Здравствуйте Михаил, мы с вами сегодня встретились в Санкт-Петербурге на Кубке Европы среди юниоров. Скажите пожалуйста, у вас достаточно известная в мире дзюдо фамилия Раков, вы брат? Да, я младший брат Максим Раков. И конечно же вопрос почему дзюдо наверное не стоял? Да, с детства не стоял уже, с малых лет в зале, в семье все дзюдоисты и поэтому только один выбор дзюдо. То есть все дзюдоисты это отец и мама? Отец и еще один брат, ну кроме мамы, мама у нас хранится с домашнего очага, но она всю жизнь дзюдо. А ты средний брат? Нас вообще четверо, все дзюдо занимаются. У кого наилучшие успехи? Лучше, но у Максима. Да, у Максима. Но все остальные, ты какой по счету убрал? Третий. То есть есть еще меньше, да? Есть еще меньше и есть еще старше, чем Максим. И все так же уверенно идут в дзюдо и хотят завоевать максимально высокие позиции в мировом дзюдо. Давай к твоим успехам дзюдо. Расскажи, ты чемпион Казахстана, да? Ну вот я в принципе по молодежи буквально только начал бороться, у меня черри травм была. И вот в этот год мы уже вошел. Хорошо. Был турнир в Бремени, сейчас и здесь. То есть оно не получается, но прогресс очень большой. Тренируешься ты под руководством своего отца? Отца и старшего брата, который уже закончил спортивную карьеру. То есть Максим Раков уже все закончил? Нет, не Максим. Ой, еще старший. Еще старший? Еще старший. А, так мы вот не знаем о нем. Так, он и твоим отцом вместе, скажи, как старшего брата зовут? Сергей. Отца? Тоже Сергей. Сергей. Так, ты под руководством старшего брата и отца, значит, проходишь тренировочный процесс. То есть получается у вас как бы такой целый семейный клуб дзюдо? Да, семейный клуб. У нас в Казахстане в Каролинде свой зал, он большой. И там маленький дзюдо, ну и получается… А, то есть это школа дзюдо как Раково, да? Да, Раково. Ага. Как ты видишь вообще свое будущее в дзюдо? Ты тоже планируешь, ну, продолжать, понятно, заниматься дзюдо, ну и по завершению карьеры становиться тренером, да? Или какие-то у тебя другие есть планы, ты там… Ну, вообще как бы учусь, я учусь на тренера. Ага. Ну, как бы, как получится. Вообще, ну, очень нравится, с детьми возиться будет, ну, в зале… А что привлекает тебя в дзюдо? Ну, помимо того, что, понятно, у тебя выбора, может быть, и не было, да, ты с самого детства в дзюдо, но что привлекает? Когда выходишь на ковер, ну, нигде таких эмоций не получишь. Когда вот, выходишь на большом турнире бороться, вот, на татайме, ну, непередаваемые ощущения, нигде больше такого нет. А как-то отец, он настаивал ли брать, чтобы ты занимался дзюдо, или как это само собой? Ну, как бы, с детства в зале постепенно, как бы, сначала, как бы, так, ну, просто игрался, там, лет 10-11, а потом уже, вот, старший брат начал тренировать, и уже, ну, серьезно, лет 13, вот так вот, уже, ну, сплотно занимаюсь и готовлю. Своя любимая техника дзюдо? Задняя подноша. А как насчет техники лежа в партере, ты что-то любишь, или ты не любишь? Ну, как бы, хорошо защищаюсь, но, как бы, есть, ну, своя техника. Но тебе больше где нравится? В стойке? Больше стойке. Больше стойке. Вот на этом турнире в Санкт-Петербурге твой результат? Седьмое место. Как ты его расцениваешь? Ты рассчитывал на большее? Да, рассчитывал на большее, кое-что не получилось. Ну, как бы, показал борьбу самому, сам, ну, доволен, но не до конца. Какой-нибудь смешной момент из твоей спортивной карьеры в СИЗО или тренировочной? Можешь вспомнить и рассказать ей что-то в ближайшее время? Когда меня путают с моим старшим братом, у нас нашивки одинаковые на спине, и, получается, всегда люди подходят, многие хотят сфотографироваться. Я вот в прошлом году в Москве был, на лагере, и, получается, на турнире ходил, и со мной подходили люди фоткались, там автографы брали. Я уже, ну, привык к этому, что, ну, все равно расписываешься, допустим, фотографируешься. Но брат тебе дал добро, наверное, да? Да, потому что, ну, дольше объяснять будешь, что ты, допустим, не Максим Ракович, чем просто сфотографироваться, люди довольны. Какое кимоно по цвету ты выбираешь, белое или синее? Синее. А почему? Просто в душах не вижу. Да? Хорошо, ну, успехов тебе в изучении инзидо, и надеемся увидеть с тобой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейно или в Токио. Спасибо. Спасибо.